Миллионником мы не стали. Глава Бурятии рассказал об итогах переписи населения. Окончательные цифры мы получим в конце 2022 года, но предварительная картина уже ясна. Там сейчас досчитывают еще армейские части и так далее, но вряд ли мы до миллиона дотянем. Еще 1 января 2021 года в республике проживало чуть больше 985 тысяч человек. Однако за год резко выросла смертность и ситуация изменилась. За 10 месяцев у нас смертность на тысячу населения 13,5, а по Российской Федерации 16,2. Мы относительно страны смотримся гораздо лучше. По словам Алексея Цыденова, сейчас в республике активно стимулируют рождаемость. Существуют разные меры поддержки семей с детьми. У нас сейчас 880 тысяч сразу получают за второго ребенка. Выплаты до 3 лет, выплаты от 3 до 7 лет на детей, выплаты за третьего ребенка. То есть целый комплекс мер сейчас дополнительно принят по поддержке рождаемости. Со смертностью боремся, а рождаемость стимулируем. Я тоже жену уговариваю, она не соглашается. Кроме этого, глава подвел предварительные итоги вакцинации населения. Первым компонентом уже привились более 460 тысяч жителей. Больше мы вакцинированы, тем меньше у нас ограничений. По сути-то ограничений уже не осталось. Мы требуем проверки на входе иммунизации. То есть, ну или переболел, или вакцинировался. А так у нас все. Общепит весь работает, торговля вся работает. Даже ночные клубы у нас работают. То есть, кино, театры, все работает. Особо массовые мероприятия мы еще пока не поддержим. Но в целом, за счет того, что количество вакцинированных растет, это позволяет нам все больше переходить в такой нормальный режим. На пресс-конференции Алексей Цыденов дал оценку и работе правительства. По его словам, за последние пять лет объем работы у кабинета министров значительно увеличился. В этом году уволившиеся руководители ведомств в основном пошли на повышение. Вячеслав Довин Сурунов стал депутатом Госдумы. Пошел, вырували наверх. Мария Багмацарена, министр туризма, тоже ее пригласили уже на федеральный уровень. Она теперь занимается туризмом по всему дальневосточному федеральному округу. Это тоже рост. Антон Виноградов. Его переманили, скажем так. Сейчас он в компании КПМЖ. Это международная, одна из крупнейших консалтинговых компаний. Поэтому у нас в основном министры пошли вверх, в рост. В целом, работу правительства глава Бурятии оценил как удовлетворительную. Мария Амбасканян, Булат Зандаков, телекомпания АТВ.